Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, и сегодня я снимаю влог. Наконец-таки! Давно не снимала, потому что нечего было показывать, рассказывать, всё было очень скучно. Снял видос, домой пришёл, смонтировал, спать лёг, проснулся, снял видос, потом смонтировал, спать лёг. Скучно! Вчера я сидела ночью до пяти утра, опять монтировала видос, который на новой неделе выйдет с Кариной, где мы с ней говорим о том, чем мы с ней похожи, чем мы с ней не похожи. Поэтому, если вдруг вы его не видели, то обязательно посмотрите на моём канале. Так вот, сегодня воскресенье, выходной, мы с Кариной договорились пофоткаться, встретиться, и именно поэтому сейчас я стою одетая, накрашенная, жду её, когда она за мной заедет. Чаще всего я за ней заезжаю, но так уж вышло, что у меня закончилась страховка, поэтому либо сегодня вечером, либо завтра утром я поеду делать страховку. Вот так я накрасилась. Я накрасила вот так глаза. Скажу честно, я редко крашусь тенями. И на то есть причины. На данный момент в своей жизни мне не очень нравится, когда глаза очень какие-то тёмные, злые, поэтому я ресницы намного меньше делала. Но так как сегодня мы фоткаемся, мне показалось, что надо накраситься. Просила Карину, чтобы она взяла парочку каких-то свитерочков мне, в которых я, понятное дело, не фоткалась, так как они не мои. Вот, чтобы было разнообразие какое-то. Тут у меня Вивьена спит лежит, как всегда. Левочка-мана, левочка-ля-ля-ля-ля. Сейчас уже в два часа, мы договаривались на два часа. Вы прикиньте, я сегодня сама проснулась в 12.30. Вам этого, конечно, наверное, не понять, но учитывая, что я ложусь типа в 5, то, что я сама проснулась в 12.30, это, ну, прикольно, я так скажу. На самом деле, мне снился ужасный сон. Мне снилось, что я хожу по какому-то дому, как будто бы я в какой-то компьютерной игре, и, в общем, за мной гонится какой-то маньяк. Кстати, я не знаю, почему мне очень часто снятся сны, причем очень странные. У меня как бы и так бывают в жизни проблемы какие-то тяжелые, я постоянно переживаю. Так я еще и во сне переживаю, ну, в общем, такое. Судьба меня испытывает. Ну, пока, зайка, пока, все, мама уходит. Погода, к сожалению, вообще не радует. Крина скинула мне какой-то свитер, выглядела на фотке вот так, и такая, типа, взять. Я ей пишу нет. Потом она скидывает мне вот эту свою фотку. А у Вивы морда волосатая, у Вивы морда волосатая, и мешает ей дышать. А мы ее по морде чайником, а мы ее по морде чайником. Я готова, носочки надеваю и в пакет кладу все и спускаюсь. Ну да, где-то, наверное, в 14.25 буду. Я готов тоже давно, брат. Просто уже жрать охота. А, ты так сказала, все это классно. Все, дух идеально, слышишь? Иду. За мной доехала Карина, погода просто ужасно отвратительная. Не знаю, как мы будем фоткаться в дождину. Слушай, ну, может быть, это Москва, пять минут дождь, пять минут не дождь. Либо весь день дождь, неделю дождь. Боже, такая крутая песня. Короче, ты прикинь, что? Из-за того, что мы с тобой два дня вместе провели. И вот так разговаривали. Я с Оська вчера встретилась. Я ему вот так говорю, говорит, ты что, нормальная вообще или нет? То есть у меня реально, когда привыкание идет. Привыкание и капец, нет, учиться теперь. Да. И мне в тайф. Если мы будем с тобой постоянно видеться и постоянно так говорить, то мы забудем нормальный язык. Тайф пофиг вообще-то. А, слушай, короче, подпишись-то. Там лево. Там лево. Та, которую ты не ешь. Я всегда так определяю. А я по бородавке. У меня в детстве была вот на этом пальце бородавка вот здесь. Сейчас ее нет, но здесь твердее. И я когда... Мне надо знать, лево-право. Я вот здесь так трогаю. Куда? Лево-там. На право бородавка. Это гениально. Не надо. Не трогай, они реально различаются. Вот здесь вот и там вот. Брат, ну ты, конечно... Тут уже нет бородавки, поверь мне. Я помню, блин, это такая жесть была. У меня на левой руке, там же, где и у тебя, кстати, была бородавка, на этом же пальце, у нас одинаковых, так были? Только у тебя на правой там, да? Да. Вот, а у меня, короче, на левой. И я помню, что я встречалась с мальчиком в школе, и он мне такой говорит, типа, дай левую руку. Типа, погадать или что-то такое. Я говорю, не, не надо. Могу правую дать. Он такой, нет, нужна левая. Я говорю, не, не хочу, не надо, я не люблю вот эти гадания. Правильно, а что, дала бы ты ему свою бородавку потрогать? У него потом тоже бородавки могли бы быть, они же вроде передаются. Папеллом она есть у всех людей. Я взяла куртку Славы. Эта? Да. Она такая джинсовая, мне нравится. Ты что, теплее ничего не взяла? Нет. А что теплее надо было взять? Холодно. Да? Мне так жарко. У меня есть кофе вчерашний из Старбекса, поэтому я бы взяла кофе в маке, но не буду. Он же холодный. Божественно. Я пью, я специально беру, это как сэкономить в моем лайфхак. Берете большой кофе, пьете половину и на завтра оставляете в холодильнике. Готово. Короче. И большую картошку фри. Хорошо. Еще не все. Два сырных соуса. Два сырных соуса. Спасибо. Ребят, Карина привела меня в свое любимое кафе. Но Юля здесь, ну, мне кажется, тебе не нравится, но ты ничего не кушаешь здесь, потому что ты вообще не любишь тортики. Она не любит тортики, она не любит башеньки, она не любит вода и там все самое вкусное, что болит все русские. Альмай, да? Альмай, да? Потому что здесь не хочу ничего закладывать. Цены бипит. Да, вообще-то да. Представляете, как они разбавляют. Это еще левая сторона профиля, которую я не люблю. Да. Альмай, да. Мне нравятся мои сережки. Ну, у меня простые, с бриллиантами. А у меня стоят две или три тысячи, но они винтажные. Они типа, им уже лет сорок. Теперь садили к окошку, тут поприкольнее, потому что мы сидим выше. Вот, там мы сидели. Можем показать вместе свой маникюр? Да, давай. Близко-близко, чтобы увидели, какой ужасный у меня маникюр. Он у тебя нет. Его уже месяц нет. Надо пойти. У меня тоже тут немножко кожица. Он такой вкусный, его хочется кушать. Да, мама говорит, зачем тебе такие грубые, длинные ногти? Я говорю, красиво все видео смотрели на мои ногти. Да, я тоже видела так. Брат, как ты так живешь с такими ногтями? Я не могу без таких ногтей ходить. Мне нужно взять и записаться на маникюр. Мне лень. Она продолжает меня трогать, как будто бы у нас романтическое свидание. Нет. Ну, нет, мы знаем, что нет. Если бы я трогала вот так, то да. А, фу, братка. Ну, что тебе принесли? Мой любимый салат, авокадо, рыба и любимый торт. Милки-вейн. Он выглядит красиво. Он идеально вкусный, он сгущен. А здорово. Да. Наконец-то мы покушали. Это не я. Это ты. Собирай, что. Да, мне кажется, нас выгонят. Офигенный день, потому что сегодня, наконец-то, я доеду до лазерной эпиляции. Точнее, Карина меня довезет. В 6 часов я записалась, потому что я уже пропустила, и это так плохо. Вот, реально, если вы решили сделать лазерную эпиляцию и начали курс, не бросайте. Точнее, не то, что не бросайте, не пропускайте. Потому что, если вы пропускаете, то результат не такой хороший, как мог бы быть, если бы вы не пропускали. Хороший, да, куртка. Вообще, кайф, когда с парнем практически один размер. И даже если куртка больше, это все равно модно, понимаешь? Удобно. Заколола вот так, как делала в детстве. Ну, потому что я уже не могу. Какое-то разнообразие хочется. Вообще, мне так постоянно хочется волосы в темные покрасить. Не могу. Не ту помаду, сила, бай, мэ. Блин, мне надо брови срочно сделать светлее. Потому что я такая, мама-джан, конкретной. Сейчас мы пофоткаемся и вернемся. Так и будет. Пофоткались в Инстаграм. Чит-наш, ну, на фотоаппарат классный. А сейчас мы приехали делать мне лазерную эпиляцию. Сейчас мы вам это покажем, расскажем. Больно, не больно, комфортно, не комфортно, по кайфу, не по кайфу. Куда ты пришла? Я пришла делать лазерную эпиляцию в свою любимую клинику. Вот, кстати, ее название. Ссылочку оставлю в описании к этому видео. Здесь я делаю лазерную эпиляцию. Еще делаю здесь процедуру для тела эндосфер, называется. Лазерная эпиляция просто бомба, потому что она здесь абсолютно безболезненная, так как здесь у лазера есть охлаждение. Какие модные очки у тебя, однако. Да, это моя мрачка с металлок Буля, она просто замечательная, я ее уважаю. Мне с ней очень комфортно, потому что мы уже давно вместе. И делаем абсолютно многие части тела. Сегодня я буду делать, как обычно, подмышки, руки, бикини, ноги. Но покажу я вам только ноги. Почему? Угадайте, почему. Так, а это что такое, специальный гель? Это гель-проводник. Проводник. Куда? Проводница. С лукавицем. С луками. Абсолютно не больно, я чувствую маленькие какие-то покалывания, особенно внизу, там, где волосы более такие темные. Да, мне тоже здесь всегда болеет. Да, но на самом деле абсолютно нормально. Как будто бы я брови ущипываю себе. Да, не болеет. На ногах. Хорошее сравнение, согласна. Вот, поэтому очень комфортная процедура. Убивание луковиц. Кайф. Ну, не могу сказать, что это вот прям самая моя любимая процедура, да, я не всех, которые когда-либо делала, потому что все это чувствуется немножко вот... Ну, как бройщиковую, да. Ну, неприятность какая-то есть, но не везде. Только вот, особенно в каких-то местах, где меньше жира. Для костей ближе, да? Да. Многие боятся, потому что наслышанного отзыва старых лазеров, которые без охлаждения, болезненные. Вот преимущество данного лазера в том, что здесь охлаждение, и вспышки идут за холодом. Соответственно, болезненность никакой нет. Это классно, потому что я не понаслышке знаю другие лазеры. Да, я тоже. Вот, скажите, пожалуйста, сколько нужно сделать процедур, чтобы был заметен какой-то вот прям результат? В среднем это от 8 процедур. Но все это очень индивидуально, зависит от возраста, от гормонального фона, от структуры волос. Поэтому от 8 процедур и волосы выходят не сразу, а на 10-4 процедуры. Да, 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 это я знаю, это точно. Процентов 15-20 за одну процедуру. Круче всего заметен результат на бикини. Вот это реально бомба. И подмышки тоже. Вот подмышки, когда я вот один раз делаю, у меня волосы потом, не знаю, месяца-два вообще не растут. Даже если я не хожу на лазерную эпиляцию, вот подмышки делаются. Поэтому круче всего заметен результат на бикини. Это просто, ты думаешь, очень классно. Поэтому всем рекомендую, девочкам, которые ненавидят волосы и хотят от этого избавиться, поверьте, это очень-очень сильно. Облегчает жизнь? Облегчает жизнь, реально облегчает. Ну что ж, мы пришли в грузинский ресторан. Джон Джоли ресторан называется. Мне тут нравится хачапури. Анджарский. Вот нам принесли хачапурьки. Хочу сказать, что здесь в меню есть хачапури по-батумски. Они типа без теста, но в Батуми я всегда беру такие хачапури без теста. Это другая хачапурина. И я могу сказать, что они ужасно невкусные именно по-батумски, потому что там не чувствуется сыр вообще. И если берете, то берите без яйца, потому что будет ощущение, что вы жрете просто хлеб с яйцом. Поэтому рекомендую всем брать аджарский хачапури. Тут намного приятнее сыр. Несмотря на то, что я обычно беру без теста, но здесь без вариантов так намного вкуснее. Видишь, какой длинный сыр? У тебя немножко тут это, аутинка. Ребята, короче, сегодня у нас по-то все. Ко мне приехали девочки из Ульяновска. Ну, оттуда вы там приехали сегодня? Да-да-да, оттуда. Да-да-да. Вот, короче, мои девчонки, фотографы, видеогесты. Пойдем фоткаться в кафешку Беверли Хиллз. Ой, чуть не упала. У меня кольца, видите, да? Я очень хочу поснимать Юлю в студии, сделать ей классные горячие фотки, но почему-то она немножечко делает мозги и говорит, у меня нет времени, пожалуйста, поставьте лайк, если вы хотите видеть Микита горячие фотки. Короче, мне она просто обожает себя фоткать в белье, и у нее это реально круто получается, но я всегда очень стесняюсь, ну не стесняюсь, а переживаю такое выставлять. Так, короче, там вот туда, переживаю такое выставлять, потому что мне кажется, что люди начнут писать, вот, типа, одни сиськи, типа, поэтому я не очень. Ну нет, тело красивое, показывать надо, конечно. Вот-вот, все правильно, все правильно. Это да, ну я просто переживаю, что люди не так поймут, и буду думать, что я просто одни фотки такие выставляю, эротического характера, но это красиво. Короче, мы уже подходим, мне уже нравится, еще погода сегодня просто взрыв мозга. Ура! Вот, смотрите, там куча всяких неоновых штучек. Вход мне уже нравится, да, жизнь? Да? Оно расшарит. Короче, фоткаем сегодня офигенно кафешки. Если хотите увидеть фотки, то переходите в мой инстаграм, они получились очень крутые. Нет, там есть где вы и просто сидите. О, да, да, прикольно. Лена офигенный фотограф, обожаю с ней работать. Спасибо, я с тобой тоже, ты супермоделька. Позитиво. Вот, мы, короче, заказали коктейли, чтобы с ними тоже покоткать, я сейчас покажу. Один вот такой вот. И вот такой вот. Мы сейчас, короче, со Славой будем испить, как бы влюбленными глазами, всякое такое. Так что обязательно подписывайтесь на наши инстаграмы, чтобы увидеть классные фотки. А Слава тут нашел вот такую игру. Я влюбленными глазами буду играть в эту архаву. Короче, я очень горжусь своей идеей привезти сюда Лену и пофоткаться здесь. Блин, почему я всегда думаю, что ты не Настя? Не знаю, меня назвали разными. Какими, Наташи типа? Нет, Ксюшу, Наташу не люблю. Блин, вот Ксюша вообще пипец. Тебе прям, Ксюша похожий пипец на Ксюшу. Настюха, лиза. Настюша смущается. Ну, короче, обожаю, когда визажисты не выпендриваются. Типа, нет, тебе лучше вот это или вот это. Ну, короче, ты классная. Подписывайтесь на нее. Тебе еще все идет, все макияжи. Да. Давайте мы снимем, потом как диджи тебя. Давайте переодевайся. Да, а что у меня переодевать-то? Джинсы? Так, смотри, а... А что у меня тут будет? Ну ты ничего. Подожди, я в голые, что ли, буду? Да, будет круто, не так, да. Да, ребята, да. Мне нужны классные фотки с коктейлем. Ну, они будут, только ты... Будешь голые. Будут только они чисто два коктейля поставить вот так вот. Да, да, да. И вишенки, чтобы вот так вот смотрели. Это гениально. Это не смешно. Это очень смешно. Не смешно только моему парню. Это мне? Нет. Это вкусно должно быть. Я такое не люблю. Что, вкусно все? Да. Так, серьезно. Знаешь, как? Нужно смотреть вблизи, где-то ногти. Можно вглобить. Пусть у меня не вглоба. Ребята, большое спасибо вам за просмотр. Надеюсь, что вам понравился мой такой влог. Если да, то ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. И, кстати, если вы хотите больше влогов с повседневной жизни, то обязательно напишите в комментариях. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok